Это детская областная больница на Слободке. Наша съемочная группа специально приехала сюда, чтобы пообщаться с мамой пострадавшей девочки. Ольга не отходит от постели дочери. У 15-летней Кати сложный перелом ноги со смещением. По прогнозам врачей, если операция пройдет успешно, девочка сможет ходить. Но пока об этом судить рано. Сейчас Кате предстоит 6 недель жить с двумя спицами в ноге, а потом еще 6 недель ожидать срастания костей. Мама девочки рассказала нашей съемочной группе, как все произошло. 20 октября, в понедельник, ребенок переходил дорогу на зеленый свет и на него наехала машина. Наехала двумя колесами по ноге. И при этом уехала, даже не остановилась и ничего, не оказала никакой помощи. Все, что ребенок помнит, это серо-голубой Деоланус, в левой стороне буква У. Вместе с Ольгой наша съемочная группа отправилась на площадь Толбухина, чтобы самим посмотреть на место происшествия. Ребенок прошел трамвайные пути и сделал буквально пару шагов. Машина с третьего ряда выехала на первый, зацепила ей ногу двумя колесами и свернула на улицу Толбухина. При этом не остановился, ничего, вот так он и уехал. Сам по себе этот переход является довольно сложным и места для пешехода, который ожидает зеленого света, там нет. С одной стороны трамвайные пути, с другой дорога в три полосы движения. Но никакая спешка не оправдывает наплевательское отношение к правилам дорожного движения. Мама пострадавшей девочки просит помощи у одесситов, которые в 8 утра на площади Толбухина могли стать случайными свидетелями происшествия. Мишель Армант и Евгений Очменцев, Думская ТВ.